Субботним утром представители администрации Ленинского района, депутат Московской областной думы Владимир Жук, а также сотрудники БТИ и налоговой службы побывали в деревне Калиновка. Целью приезда было рассказать местным жителям о необходимости вовлечения неоформленных объектов недвижимости, таких как дом или нежилое строение площадью более 50 квадратных метров, в налоговый оборот. По всем адресам, по которым у налоговой службы возникли вопросы, по почте заранее были отправлены уведомления. А обход домов в муниципалитете ведется, чтобы жители могли лично задать вопросы представителям власти. Такая работа в районе проводится еженедельно, начиная с октября 2016 года. За прошедший период уже было пройдено более 430 домов. У нас планы до конца сезона, скажем так, уже сезона 2017 года, обойти 1961 объект. Соответственно, большая часть – это, конечно же, СНТ, поэтому СНТ целесообразно обходить в летний период, когда все жители на месте. Поэтому и работу мы проводим именно по выходным дням, когда наибольшая вероятность застать жителей дома. При обходе владельцам домов на руки выдаются полезные материалы, а в ином случае, если хозяев не застали дома, все бумаги оставляют в почтовом ящике. Есть документы, свидетельство права собственности, можете показать? Да, подождите. Да, конечно. Все это делается, чтобы процедура оформления стала более понятной для населения. Допустим, фотоплан, где покажем их объект, чтобы они понимали, что он действительно существует, об этом органы, как говорится, муниципальной власти знают. Такую памятку, где указан алгоритм действия постановки на кадастровый учет регистрации права. То есть человек может воспользоваться этим документом, посмотреть и понять, куда ему идти. В МФЦ, в кадастровую палату, как это все делается. Также вручается уведомление с выдержками из закона, где объясняется, почему собственник должен платить имущественные и земельные налоги. Подобные мероприятия проходят во всех муниципалитетах области. Вся инфраструктура, которая создается в деревнях, в поселениях, в районах, она создается за счет бюджета. А бюджет как раз и наполняется вот такими налоговыми отчислениями. И тут еще надо добавить, что вот те налоги, которые платят владельцы недвижимости, они напрямую зачисляются в бюджеты муниципалитетов. Поэтому это очень важно как раз с точки зрения развития всей территории. По словам Владимира Жука, из-за неуплаты земельных и имущественных налогов областной бюджет недополучает порядка двух миллиардов рублей в год. А значит у жителей той же деревни Калиновка больше шансов увидеть хорошие дороги при условии соблюдения налогового законодательства. Дмитрий Книга, Алексей Руднев, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.